Самое страшное было, наверное, тогда, когда я спала, думала, что сегодня нужно в школу. И как бы, а тут будет мама, говорит, просыпайся, началась война. Я просыпаюсь, я не понимаю, что происходит. Потом весь день паники. Папу вызвали на работу, очень сильно переживали, что с ним что-то случится. Я сидела, например, занималась своими делами, общалась с подругой, и тут прогремел взрыв, пропал свет, я слетела с кровати на пол. Было очень страшно. Сразу вспомнила, что нужно прятаться в дурном проеме. Потом мы узнали, что попали в центр нашего села, можно так сказать. Было очень страшно осознавать, что это происходит реально. И вот несколько дней бывали прилеты, был шум взрывов, было слышно дрожание земли, дрожание дома, как дрожат стены. Как дрожит посуда в шкафах. В одну ночь мы слышали, как где-то летят самолеты. Это были вражеские. Мы просто смотрели в окно и видели, как один самолет сбили. Мы очень сильно радовались, потому что думали, что все, можно ложиться спать. Я впервые, наверное, могла спокойно поспать. И в итоге потом ночью начали очень-очень сильно бомбить. Мне было очень страшно. Я несколько дней не ела абсолютно совсем. Было невыносимо. Я просто сидела на кровати, обнимала маму и говорила, мама, я очень хочу ехать отсюда. Я хочу в спокойной жизни, мирной. Гулять, учиться, проводить время с друзьями. Мы очень боялись, мы не хотели покидать наш дом. Но мы собрались, мы решили, что так будет лучше, потому что получится у нас или нет. Но нам нужно спасти свои жизни, иначе либо пропадет здесь, либо же вариантов было немного. Поэтому мы решили уехать. И как только мы отъехали на небольшое расстояние от нашего дома, у нас появилась мобильная связь. Мы ощутили, что нам стало легче. И когда мы ехали, мы не знали, куда мы едем, где мы будем, что с нами будет, за что мы будем жить и где. Я очень сильно переживала насчет того, что будет с моим домом, что будет с нами. Смогу ли я продолжить когда-то нормальную, подростковую, молодежную жизнь? Все эти воспоминания, они никуда не деваются, потому что ты их не прорабатываешь с кем-то. То есть это нужна работа с профессионалами, которыми понимают это. Если человек этого не понимает, он не сможет тебе помочь, потому что это такая ситуация, которую... Ну, ее никому не посоветуешь. Это никогда не пройдет, даже если над этим работать. Есть люди, которые также оказались в таких ситуациях, как мы, возможно, в ситуациях, которые намного страшнее, чем наши. И такие есть, и есть намного страшнее. Есть люди, которым помощь нужна больше, чем нам. Например, те люди, которые смогли приехать недавно, то есть они еще не успели адаптироваться, не успели ничего сделать, как бы... Которые потеряли все, особенно те... У них нет возможности чего-то очень быстро возобновить ресурсы.